12 условий для создания долгосрочных отношений они не имеют иерархии и каждая из них одинаково первое выбирайте человека так словно вы слепы закройте глаза и почувствуйте что вы думаете об этом человеке а его доброте верности проницательности преданности а его способности позаботиться о вас и позаботиться о себе самому как и независимым существе второе существует одно главное различие между человеком который способен стать партнером для долгосрочных отношений и тем кто способен быть партнером только на короткий срок и это отличительная черта способность учиться тот кто не способен обучаться новому взгляду на вещи кто не способен видеть привычное в новом свете кто не является любопытным по отношению к миру и к тому как он устроен к тому как устроены люди очень часто закрывается и говорит нет все может быть только так или так третье выбирайте того кто хочет быть таким же как вы одновременно и сильным и чувствительным например сила который обладает дерево его может ударять сильный ветер но из-за своей гибкости она будет двигаться вместе с ветром если она не будет гнуться то она сломается под чувствительностью подразумевается способность быть живым и воспринимать то что происходит вокруг четвертое выбирайте того кто показывает что ему больно если вы причинили ему боль и также наоборот выбирайте того кто причинив боль вам тоже видит вашу боль и сожалеет об этом это очень важно пятое выбирайте того кто обладает собственной внутренней жизнью выбирайте тех кто идет собственным путем и воспринимает вас как партнера и попутчика в этом путешествии эти люди обладают способностью соединяться с другими но при этом оставаться отдельными и это очень важное качество шестое выбирайте того кто разделяет ваше увлечение вы делаете что-то вместе это сохраняется в вашей памяти и становится клеем который соединяет вас вы вытаскиваете эти воспоминания для того чтобы вспомнить счастливые моменты если нет таких приятных воспоминаний то будет очень сложно вместе пережить трудные времена седьмое выбирайте того кто разделяет ваши ценности в том что касается детей количество членов семьи гендерных ролей денег религии мировоззрение как вы понимаете это в идеальном случае в реальности навряд ли люди могут полностью совпадать абсолютно по всем пунктам не всегда и не во всем и уж точно не в самом начале отношений но всегда можно видеть в каком направлении развиваются отношения восьмое выбирайте того кто способен сочувствовать того кто хочет и может слушать того кто готов в равной степени потратить на вас свое время девятое выбирайте того кто может смеяться над собой важно здесь заключается во взаимодействии и в том как именно вы себя чувствуете рядом с человеком даже во время ссоры быть способным посмеяться над собой в такой момент это настоящий дар но даже если например ваш партнер не очень-то любит шутить то обратите внимание на то насколько он способен остановить жаркий спор самый трудный момент способность обметывать некоторые недостатки и характеристики те качества мелкие недостатки которые когда-то нас привлекли в партнере позже станут для нас же самыми раздражающими знайте заранее с чем вы можете смириться а с чем нет и не позволяйте соблазнить себя мыслью о том что то что кажется раздражающим для окружающим на самом деле мило только потому что он или она имеет эту привычку одиннадцатое выбирайте не просто любить друг друга но и быть друзьями это проявляется в том хотите ли вы делать для своего партнера то что делаете для своего друга то есть хотите ли вы сидеть и слушать его хотите ли вы разговаривать о том о чем он хочет поговорить делать то что он хочет делать вместе с вами двенадцатое убедитесь в том что тот кого вы выбрали делает вашу жизнь больше а не меньше лучше а не хуже это скажет вам обо всем что вы должны знать автор текста юнгианские психоаналитики писательница клариса пинкола эстес закадровое прочтение игумен евминий